Так, ты там розовую линию не пересёк, надеюсь? Красную. А что, у тебя уже жёлтая карточка. Есть у тебя? Итак, мы сели на конечной и пошли по вагону. Хочешь пенальти? Пошли к машинисту узнаем. Так, держи меня сзади, чтобы я не дёргался. Сейчас дёрнет, и я упаду. Ты меня страхуешь сзади? А чё он должен дёргнуть? Я знаю. У вас, что-то, труповозки, которые... Как-как? Ох, как они тормозят, наши богданчики. И эталончики. Я уже слышу по этим прекрасным звукам. Соскучился? Ничего, скоро-скоро. Это всё, эта чаша не меняет тебя никак. Иди спроси у машиниста, куда ехать. Ага, сейчас спросим у машиниста, куда ехать, на какой остановке выходить. А где рули, где кнопка? А вы чё ги? Без газа, без газа. А вы чё ги? А, я как разговариваю. Так, что-то нельзя, остальное можно. Сяду на пенёк, съемь гаражер. Подожди, может... А, он туда едет, поэтому машиниста едет. Ага, это последний огонь. Это был последний огонь. Конечно, но тут нет, у машиниста. Вот так выглядит перспектива. Это то, что называется дубайской действительностью. Сейчас я пойму. Ага, это дубайская действительность. Не, все-таки сюда... Подожди, я нафигу. Не понял, а почему он все-таки задом едет? Тебе не толкает, что ли? Вот так. А кто управляет-то? Кто? Я не понял. Кто? Страной управляет. Как это называется? Слушай, может, в Украине тоже сделаем, чтобы стороной компьютер управлял? Сделаем. Да, ему кроться не надо. После третьего Майдана. Да. Биллиардов долларов, у него не нужны. Шоколадные конфетки, у него не нужны. Может, в компьютер поставим? Да. Скайлетт, Скайлетт. Вот это да. Ух ты. Встречная. Тоже без машиниста. Да, похоже. Как они живут вообще? Они экономят на машинистах. А-а-а, вот через 200чб это все. Да, посадил каждый вагон по машинистскому зарплату платить? Может, надо зарплату? Как минимум, 300-200 платить. Это же вам. Дерхам. Ну да. Ну, минус налоги, сдается. А, какие налоги, подождите. Можнее налоги, что? Здесь же налоги в нем. Так, подождите, я тут кричусь, не знаю, в какую сторону смотреть. Дальше нет. Я вот не могу понять, почему не разрисовано, не захаркано, почему нет жвачек, не порезано. Так что, не понимаю. Больше всего... Люди ездят, что ли? Что за люди, а? Волнуют, что нет пьяного, наколотого, обдолбанного маршрутчика, драйвера за рулем. А, с двумя телефонами? С двумя телефонами, да. И считаешь, что его сдачу находят. Ага. Подожди, ну что за люди здесь живут? Я не понял. Они не будут порезать сиденья. Как они сдачи? Как они такие сдачи? Ни сиденья не порезаны, ни граффити не нарисовали. Ух ты, а очередь из такси, да, посмотри. Это писать. Так, что-то я хотел. Да, тут столько сразу впечатлений, столько сразу хочется рассказать, что даже не успеваешь начать одну тему, как тут же появляется в мыслях другая. Да. Ну, с чего хочется начать, что жара тика, 50 градусов, за городом особенно чувствуется. Ну, правда, все везде кондиционировано, так что выходишь из своего дома или из номера гостиницы, спускаешься в паркинг, либо в такси. Садишься в такси, либо в свой автомобиль и едешь до следующего паркинга. И там та же процедура, только в обратном порядке. Я так понимаю, что дома я буду грязный как черт. Я же привык здесь. Если я хожу, с метро могу бы на полу посидеть, с белых штанами. Могу на любой скамейке, могу на любых ступеньках. Просто так захотелось мне. А жопа не грязная. Не, ну мы таких экспериментов еще не делали. Но очень многие сидят там подзаряжают. Подзаряжают какие-нибудь там девайсы или просто общаются. Сидят на полу, да, спокойно. Если получится не привлекать внимания, мы вам как-нибудь это покажем. На чем привлекать, все нормально? Ох, пардон. Сорри. Да, тут главное, тогда вертись, чтобы все вам показать и наступить никому на ногу. Молодец, я хотя бы найти, куда сесть. И то около часа жматься с жуками, чтобы не влезть в какую-то грызну. Это после того, как прождал ее полчаса, и она приехала с оторванным колесом или поломанной дверью. Я так понимаю, остановку Сити-Центр уже разворотили там, но имею ввиду штольчики. Приедем там, наверное, уже ни одного сидения. Так, вот такая она промзона. В промзон уходит метро. Оригинально, да, правда, товарищ? Это из Виккио. Да, где там наши единицы? Итак, нет ни атомных, ни гидроэлектростанций, нет почти никаких ископаемых, кроме нефти. Нефть у них по наполняемости бюджета на четвертом месте, по доходам. Первые идут инвестиции в бизнес, второе – недвижимость, которую здесь скупают все самые богатые люди и считают это за престиж. Иметь квартиру, виллу или коттедж на пальму, не говоря уже о пальме, в любом месте Дубая – это престижно. Итак, второе – это покупка недвижимости, третье – это туризм, туризм на третьем месте и доходы от продажи нефти только на четвертом месте. Вот это главный миф, что здесь все живут за счет нефти. И он не выдерживает никакой критики. Еще миф о том, что все здесь ездят на Феррари и Ламборджини. Ни фига подобно. Они сами, когда увидят, сами бегут фотографии. Средний уровень довольно высокий. Здесь очень много… В основном в Японии. Недорогие, но новые. Ну как недорогие. Камы – это у них такси все. Так что, смотря с чем сравнивать, да. Все познается в сравнении. Средний уровень довольно высокий, да. Очень высоко поднята планка. Птичка вот такая, как нам залетала. Это она же, представляете? Да, она же, да? Сопровождает. Она сопровождает во всех… На всех поездках, во всех поездках. Да, он Ибн Батута уже во всей красе. Там мы выходим, садимся на шаттлбасс и едем искать этот… Дубай парк и резорт, да. Ну да, на шаттле. Шаттл – это бесплатная доставка. Бесплатный трансфер. Даже, ну да, как-то так. Что интересно, не видели вторую неделю, мы здесь, нет, в центре, ни одной заправки, ни одной мойки. А здесь нет? Почти нет аптек, хотя продолжительность жизни мы сами себе… И полиция. Полиции тоже не видно. Это встретить за счастье. Но заправок нет. Миллионы машин. И они понятно, где они заправляются. Непонятно, где они моются. Ну, парки, ну, конечно, много уровня возле каждой гостиницы, возле каждого высотного дома. Но, может быть, они внутри. Я как предположение, как идею. Но не факт. Ох, красиво, как отсюда смотрится. Я представляю, я представляю, как вид здесь вечером, 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 когда пилотам, скажем, прямо делать нечего. Ну. Дерека какая в доме, смотри. Это… Почка-уза летела? Ибн, батута. Почка-уза летела? Да. Или у них тут такое… Так, станции какой-то космической связи или опять же обсерватория. Вот так вот приблизительно. Наверное, это батута. Я тут знали, что… Это уже за городской чертой. Ты посмотри, какой… А, так это паркинг. Ты спрашиваешь, что за эти? А, посмотри, какая там посредине прямо укреп район. Ничего себе. Чисто, это… Геанг. Чисто крепость. Так. Мы выходим. Эта часть нашей поездки заканчивается. Пока-пока.